Ну да, там ребро какое-то. Вот папа вывез нас на сокровище искать. Третий день копаем в лесу. Называется лес с привидениями. Хорошо, у нас было шестеро. Сегодня утром проснулись пятеро. Таня волновалась, что она может быть этим человеком. Я боюсь, ну ты шо, ну... Да не бойся. Ладно, тут еще терпимый лес. Да не бойся. Сейчас что-то у нас там запищало. На колоссальной глубине. Я, конечно, даже не думал, что прибор может на такой глубине что-то взять. Аккуратно, только не бей, хорошо? А ну... Да. Да, бить только не надо, потому что мало ли что-то... Сокровище может быть под ним. Нет, это вообще может стоить денег. Это... Я не шо это вообще, пониже. Но это шо это такое, сейчас мы вытащим, посмотрим. Где концы? Концы надо находить, чтобы можно было поднятие. Видишь, оно идет покрытие, идет такое, как цветметовское, видишь? А сам он железный, как ящик. Может быть, это ящик с документами и с наградными медалями. Кстати, а выкидывали, на самом деле, выкидывали, их выкидывали, конечно. Взяли там... Потихонечку только. Это как ящик, может быть, даже, да? Ящик, да? Скорее всего, ящик. А ну-ка, покажи. А потихоньку, постучи рукой, потихоньку. Да зачем его простучить? Да, смотри, на взрыватель не постучишь. Пап, ты уже сказал, что это камень. Пап, вытаскай этот камень. Нет, нет. Хочешь посмотреть? Я уже видела, я уже видела. Он как ящичек идет, да, вон, видишь, смотри. Они кракми найдут, нет? Да нет, он... Мне тоже кажется, что он похож. Нет, нет, нет. Нет, это похоже на какой-то или ящик с патронов, или... Это может быть, кстати, сейф. Да. У них были сейфы, да, и он мог, его могли закопать, и все. Это может быть щит от этого, от пулемета Максима, что угодно может быть. Бронированный щиток. Да, никогда он входит. Оно огромное что-то, да? Ну вот. А ну подковырни его. Не, 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 не. Пап, вот это ни в коем случае нельзя делать. Его надо раскопать, посмотреть, понимать, что это такое до начала. А как ты можешь подковыривать? Может, это мина реально? Ты подковырни ее. Ну да, вот. Там подковыривать не надо. Надо ее раскопать, и посмотреть, что там оно из себя представляет. Оно сюда шло, на эту сторону, как бы, вот сюда, туда. Оно вообще большое. Нет, это деревяшка. Так, вылазь, подменим. Подожди, подожди. Я понимаю, что ты все лавры хочешь себе дозвязать. Ну, пойди ты пока покурим. Знаешь, так, я с искать, я пока продвину. Нет, ты никуда не пойдешь, Пап. Сынок, ну, видишь. Не надо, не надо тебе никуда идти, Пап. Сынок, ну ты что, нет. Пап, ты слушаешь? Вот так туда пойду, Павел. Не надо, ты сейчас поймаешь сигнал, будешь орать на весе, иди сюда. Пап, не надо, ты же знаешь, я тебе сказал, нет. Я тебе сказал, нет, Пап. Пап, я понимаю, тихонько. Ну, что, не меняем, меняем, давай, Виталь. Виталь, что-то, скорее всего, военное. Какая-то, какая-то машина. Ты же понимаешь, маловероятно, что кто-то закопает в дороге такое, что ты же понимаешь, да? Это именно с окопа, что-то связанное с этим периодом. А ну, давай, я посмотрю, да, дай. А это не бочка случайно, а? Это я тоже смотрела, но как-то... Вот этот обод, вот этот обод, слышишь, который я говорил, это не бочка случайно? Может быть. Обод, может быть на бочке обод такой? Да, да, может быть. А вот в бочке реально что-то может быть и спрятано, на самом деле, оружие может быть спрятано. А ну-ка, может так, и там. Ну, а как, думаю.